После этого йог должен сосредоточить ум на лотосоподобном лике Господа, который из сострадания к преданным являет миру своей разнообразной формы. У Господа красивый рельефно очерченный нос, а его безукоризненно чистые щёки озарены сиянием, исходящим из мерно покачивающихся в серёк Господа в форме крокодилов. Господь нисходит в материальный мир, движимый глубоким состраданием к своим преданным. Он появляется или воплощается в материальном мире по двум причинам. Когда в мире попираются религиозные принципы и торжествует безбожие, Господь нисходит, чтобы защитить преданных и уничтожить непреданных. Однако главная цель Его прихода заключается в том, чтобы принести утешение преданным. Чтобы уничтожить демонов, Господу не нужно приходить самому. С этим вполне могут справиться Его многочисленные помощники, и даже внешняя энергия майя обладает достаточным могуществом для того, чтобы уничтожить демонов. Но когда Господь из сострадания преданным нисходит в материальный мир, Он заодно уничтожает грешников. Господь предстаёт перед преданным в той форме, в которой данные преданные питают особую привязанность. У Господа миллионы различных форм, но все они — суть, единая и абсолютная истина. В Брахма Самфити сказано, Адвай, Тамачу, Таманаде, Мананта, Рупам. Все формы у Господа не отличны друг от друга, но одни преданные хотят видеть Его в образе Рада Кришны, другие преданные предпочитают форму Ситы и Рамачандры, третьи привязаны к форме Лакши Нарайана, а четвёртые их привлекают в четырёх руки Нарайана Васудева. У Господа бесконечное множество форм, и Он появляется перед преданным в том образе, в котором Тот особенно привязан к которому. Йогам рекомендуют медитировать на те формы Господа, которые признают Его преданные. Они не должны выдумывать некую форму Господа и делать её объектом своей медитации. Так называемые йоги, которые медитируют на какой-то круг или мишень, занимаются чепухой. На самом деле йог должен медитировать на ту форму Верховной Личности Бога, которую видит чистый преданный Господу. Йог значит преданный. Те йоги, которые не являются чистыми преданными, должны идти по стопам чистых преданных. В этом стихе особо подчеркивается, что йог должен медитировать на формы Господа, которые признаны преданными, а не создавать их в своём воображении. Ома гяна тиминандася гянанжана шалакая чакшурун милитамена тасмай ши гураве намаха ши чайтанья мановештам стапитамена бутале своям рупа кадамахям дадатисва падантикам вандэхам. Ши гуру ши утапада камалам ши гуру ндвайшнавам сша ши рупам саграджатам сахагана рагунадхам витам там садживам. Садвайтам савадутам парижана сахитам кришна чайтанья девам. Ши рада кришна падам сахагана лалита ши вишакам витам сша. Хе кришна каруна синду дина банду джагатпате гопиша гопика канта рада канта намо стуте. Тапта канчана гауранге раде вриндаванишвари кришавану сута деви пранамамин пари прие. Ванча калпатарубесча крипа синду вебача патитанам паваны бьо вайшнаве бьо намо намаха. Ши кришна чайтанья прабу нитянанда. Ши адвайта гада дара шива садигура бхакта вринда. Харе кришна, харе кришна, 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 харе, харе. Харе рама, харе рама, 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 харе, харе. Намо вишну падая, кришна прештая бутале. Шимате бхакти веданта свамините намине. Намасте и сарасвати дэве гауравани прочарине. Нирвишешашуннявади пащатявиша. Еще раз прочитаем перевод текста. После этого йог должен сосредоточить ум на лотосоподобном лике Господа, который из сострадания преданным являет миру свои разнообразные формы. У Господа красивый рельефно очерченный нос, а его безукоризненно чистые щеки озарены сияниями, исходящими от мерно покачивающих серек Господа в форме крокодилов. Песня 3, 28 глава «Наставление Капилы о преданном сужении». Так, в этих стихах, здесь ряд стихов, да, Господь Капила описывает, каким образом йог должен медитировать на форму Господа. Шулк Прохпада в комментарии пишет, что йог означает преданное. То есть, поскольку современная культура рассматривает йога, да, понятие йог отдельно от преданного служения, но ведическая традиция йог означает всегда преданное Господу. И в 19-м тексте, если вы помните, может, прочитали, там Шулк Прохпада конкретно переводит, он объясняет, что поглощенный преданным служением йог медитирует на форму Господа и далее описывается, каким образом, да. То есть, если научным санскритским термином называть, то здесь речь идет о преданном, который просто пользуется методами йоги, да, для того, чтобы как-то вот, ну, как костыли, да. В принципе, он мог бы и без йоги этим заняться, но так или иначе бывает, что у некоторых преданных есть вот потребности, да, через, ну, карму или йогу, или гьяну, да, как-то познавать Господа. Это называется бхакти-мишра-йога, да. Есть понятие, как наоборот, йога-мишра-бхакти, да, это наоборот, когда человек с привязанностями к йоге, да, для того, чтобы достичь, там, мистических способностей, ещё каких-то, ну, плодов йоги, да, он использует методы бхакти, потому что без бхакти не работает, да, йога. Но здесь речь идет о преданном. Преданное, которое по разным причинам, по некоторым причинам, может использовать в своей практике, да, штанга-йогу. Но его цель — это преданное служение. Поэтому здесь не говорится о том, что йог, он достигает сверхдуши, да, сознание сверхдуши и так далее. Здесь конкретно форму Господа описывается. И важное слово в этом тексте — это слово «анукампита деяга» и «сострадание». То есть Господь являет свою форму и сострадание к своему преданному. То есть по милости Господа Господь решает, да, проявиться в сердце йога. Не так, чтобы никто не может, ну, Господа стащить, да, с Вакунхи, да, с Вриндавана, да, с помощью силы своего материального ума, с помощью медитации. То есть Джива не может как-то взять и проявить Господа. Хотя в методах Аштанга-йоги, когда йог, который преследует цели, допустим, тех же самых ситк, да, мистических, понимая, получив от духовного учителя, от священных писаний, понимая, что по-любому без Господа не обойтись, но с материальными желаниями он медитирует как бы в область своего сердца, то с Фердушаном проявляется его сердце, да. Это проявляет как раз-таки Айшвария Агьяна. Это Агьяна, в котором Господь, он имеет в начальных этапах такую мистическую форму, да, потом форму, ну, как бы, Бхагавана, который контролирует и пронизывает собой всю Вселенную. Здесь немножко другая практика. Капилла Муния, он описывает метод преданного сужения. И здесь вот этот йог, о котором описывается, это бакта. Это преданное конкретно, да. И только по милости Господа мы можем обрести милость. И здесь вот к этим комментариям, не к этому стиху, в предыдущих комментариях нашел Прохпада, пишет, наши Ачарии описывают, что на самом деле милость Господа притягивает именно настроение полной зависимости от Него, да. Тот же самый йог, который вот в этой главе описывается. Йог, он всё равно, хотя он пользуется методами Аштанга-йоги, да, он в своём сердце хранит это настроение Шаранагати, полной зависимости от милости Господа. Потому что без Шаранагати Господь свою милость не проливает на душу. Именно это настроение, когда душа ощущает, ну, что она является неотемлемой частичкой Господа, что он во всём зависит от Господа, да. Вот именно Шаранагати это настроение оживляет бхакти. Бхактион Токур Джейвадарми пишет, что преданные служения без Шаранагати это просто сухой ритуал. Это просто деятельность внешняя, ритуалистическая, да. Это, ну, как с Марта Брахмана, они тоже как бы поклоняются Божеству, да. Но поскольку в их сердце нету Шаранагати, это просто внешняя как бы форма бхакти. Но по сути это не бхакти. Он говорит, что без Шаранагати бхакти не будет живым. Оживляется оно, любой процесс, любая деятельность. Даже, казалось бы, на первый взгляд, есть материальная деятельность, если это не греховная деятельность, в котором присутствует настроение Шаранагати, она сразу превращает эту деятельность в преданное служение, в бхакти. И Шаранагати — это особое настроение преданного, в котором он глубоко, очень сознательно убежден в том, что он не является контролирующим и наслаждающимся. Это сердце, в котором нету места даже тени высокомерия. Преданный очень смиренный. Он полностью зависит от вайшнавов, от духовного учителя, от Кришны. И вот этот Шаранагати, который начинается по бхактиону Токуру, с дайни, дайни означает полное предание себя, капитуляция души. То есть когда душа, она перестаёт притворяться, играть роль Господа в этом мире. Потому что до тех пор, пока мы не перестали примерять костюм Кришны, Господа, в тех или иных аспектах своей жизни, то Шаранагати полностью не проявляется. И когда Шаранагати, сердце бхакти, проявляется, в этот момент говорится Кришна, сразу же оно привлекается таким преданным. Потому что с помощью материальных глаз, с помощью материи, материального тела, ума, разума, материального эго, двигая материю, мы не можем увидеть Господа. С щегурни-тай мы пытаемся с помощью материальных глаз, двигая своими глазницами, как-то увидеть. Мы можем просто увидеть форму красивых божеств, амраморные. Но чтобы Господь явил себя, для этого нужен другой взгляд, взгляд души. Это Шаранагати. Шаранагати – это движение души, когда преданный, пристав перед Господом, искренне, честно признаётся ему, что Господь, я тебя не могу видеть, я материалист. Грубо говоря. Если ты явишь свою милость, если ты будешь милостью ко мне, может быть, по твоей милости ещё что-то может мне открыться. И Шаранагати всегда означает контакт или связь с реальностью. Это и есть йога. Потому что до тех пор, пока Шаранагати не проявил сердце преданного, преданный живёт в иллюзии. Он ещё считает, что он как-то не зависит от Господа. И он как-то предполагает в своём сознании, что этот мир, какие-то области этого мира могут не зависеть от Господа. Где-то там Кришна в храме, он, конечно же, он там господин, да? А где-то там за храмом, наверное, там уже калий господствует. Но преданный понимает, без воли Господа ничего в этом мире не происходит. И когда вот это сознание проявляется, то Кришна сразу же отвечает. Потому что он видит зависимость преданного, и он отвечает. Но здесь описывается, в этих текстах описывается более высокая ступень преданного служения, когда Шаранагати достаточно углубляется, и в сердце преданного появляется Асакти. Без вот этого горячего желания, да, увидеть или служить Господу, да, служить определённой форме у Господа, Кришна никогда не проявляет свою форму. То есть здесь говорится, что уже непосредственно Господь созерцает, да, его созерцает форму Господа. Это достаточно серьёзный уровень, когда у преданного появляется определённая жадность. Жадность служить, ну, лицезряет определённую форму Господа, да. Это можно сравнить с аппетитом, да, когда мы голодные, да, там целый день ничего не вкушали, там нахаринами, да, там целый день. И нас ждёт пир, и у нас вот эта жадность появляется, да. Когда мы очень голодные, то всё наше сознание, все наши чувства, всё направлено, да, на просад, да. И говорится, на уровне Асакти у преданного вот такая жадность появляется. Аппетит, сильный аппетит, да. И на нашем уровне у нас, наше чувство, у них, ну, другой аппетит, да. На другие вещи наши чувства кидаются, бросаются. Но на этом уровне уже, ну, как бы, сердце человека очищено, да. И преданный, он ощущает вот эту жадность по отношению к преданному служению. И говорится, когда Господь видит вот эту жажду сердца преданного, да, у Кришны появляется желание, у Него тоже просыпается аппетит, да. У Него появляется желание дать возможность служить своему преданному. Есть такая история, хорошая история из Лаканад Госвами или Бугарка Госвами. Кто был? Радхавино, чьё божество? Лаканад Госвами, да. Там есть такая история, когда Лаканад Госвами приехал во Вриндау, он по приказу господчатания, он ходил, открывал святые места, да, для нас с вами, служил нам таким образом. И Лаканад Госвами, говорится, он, ну, как бы, приходил в какое-то святое место и погружался в медитацию, ну, похожую вот по штангу. Он садился, закрывал глаза, там, что-то такое там делал. И, в общем, Кришна ему говорил, вот в этом месте вот такая лила была. Мы со своими друзьями то-то, то-то делали, да. Он выходил из медитации и звал деревенских людей, и говорил, вот тут вот такое-то место будет называться вот так-то. Теперь здесь поклоняйтесь такому-то божеству, да. Вот так он путешествовал по вражу, и однажды он подумал, придя на берег одной кундуки, 40 кунду называется, да, он подумал, да, было бы здорово, если бы мне не нужно было тратить время на вот это погружение, медитацию, если бы со мной был бы Господь, и он просто сам мне говорил бы, просто напрямую, да, непосредственно. Здесь вот то-то было, такая-то лила была, там не нужно тратить время на это все. И он подумал, он сидел, медитировал на то, что было бы здорово. И в это время на дне кушечки Шоры-кунды как раз божество лежало. Радхавинода, божество, которое сейчас находится, да, в Джайпуре, да, маленькое божество. И Радхавинода, он, когда это желание увидел, да, желание, Лаканадга с вами, он рядом сидел, он горит желанием служить ему, да, он не выдержал, принял форму такого старца, старика Брахмана, подошел к нему и бросил ему на колени, такой мешочек искал, вот, божество, служи этому божеству, и ушел. Лаканад Махарасия пришел, открыл этот мешочек, и там божества были. Радхавинода. И Радхавинод сразу же с ним заговорил. Радхавинод, ну, как по заказу, он медитировал, не успел глаза открыть уже. Радхавинод пришел, и Радхавинод сразу ему сказал, что я тут на дне Кишору Кунды лежу уже сотни лет уже, я голодный, я проголодался, накорми меня. И в связи с этим историей Вайшнава объясняет, что Радхавинод, он лежал на дне Кишору Кунды, и в принципе он был удовлетворен полностью, да, ему ничего не нужно было, ну, что Господь ему, что нужно, да, у него все есть там. Но когда преданный появился, который сильно хотел служить ему, вот это Асакти, жажда была, да, у Господа сразу аппетит появился, да, и он сразу почувствовал голод, и он сразу же начал просить, да, накорми меня. То есть если у преданного появляется желание служить, то Кришна, он обязательно примет служение, это служение, да, и мы замечаем это, когда мы служим как механические, без шаранагати, да, просто так, ну там, на автопилоте, да, просто, ну, мы же в роте Вайшнавы, надо что-то сделать, то мы не ощущаем ничего, и в принципе Господь в таком же настроении может, ну, просто принимать все, да, и просад мы вроде предлагаем, да, в колокольчик там, очистительная церемония, да, от кармы очистили. Но когда мы с преданностью предлагаем, Господа, то уже в просад он будет могущественным, да, Господь туда уже вложит, Господь очищает настолько, насколько мы предаемся. И вот это важный, ну, как момент, что шаранагати углубляется, она трансформируется, сильное желание служить Кришне, да, сакте, да, и на этом уровне уже Господь проявлять начинает себя по-настоящему перед преданным. И Шул Прохпада здесь комментарии описывает, он сразу начинает с того, что, потому что человек может подумать, читая стихи, без комментариев мы можем подумать, вот сейчас я займусь мистической йогой, да, и как-то там Господа, да, там свои кунтхи-то как-то стащу, да, сюда. Шул Прохпада сразу начинает комментарии с того, что он говорит, Кришна не сходит по своей милости, когда восстаряется безбожие, и как там, наказать грешников, да, и пролить свою милость к преданным. И Шул Прохпада подчеркивает, на самом деле он не сходит не для того, чтобы восстановить принципы религии, наказать демонов, да, но это может сделать и вообще без материальной энергии, сама по себе это делает уже, да, всех и преданных, и всех подряд уничтожает, да. А он пишет, что он приходит, потому что преданные испытывают страдания. И что это за преданные испытывают страдания? Это преданные, которые уже находятся на уровне уже Асакки, Бавы, да, они испытывают страдания из-за разлуки с Господом, они хотят увидеть ли Господа, да, и Господь не сходит, чтобы утешить их, потому что преданные, они сильно хотят увидеть его. То же самое касается йогов, когда у йогов уже в сердце вот это, он преданный йог, да, он находится на этом уровне, то преданный уже является свой дикт трансцендентным, да, по своей милости. В этом стихе как раз об этом говорится, о милости Господа. И еще несколько моментов, можно сказать. Я недавно читал такую интересную вещь, что Дживы Гасвами в Бхакти-Сандарпах, такие есть комментарии, Дакшимат Бхагвата мы знаем, да, он описывает как раз-таки, каким образом преданный, пользуясь методами йоги, да, каким образом он, ну, как бы, переходит со своей, с уровня своего сознания материального, да, то есть это называется садана-рупа, да, он переходит на уровень, ну, как бы, ситха-рупы. И потом уже ситха-дыха, это уже означает духовное тело вообще полностью. И там описывается, как он это делает с помощью смарана, с помощью памятования. И Дживы Гасвами там описывает вот эти ступени, как это происходит. И он пишет, что вначале это практически касается нас с вами, да, на нашем уровне. Это уровень смарана. Смарана означает, ну, мы, как бы, у нас появляется способность иногда на несколько, там, минут, да, вспоминать, что Кришна Бог, а мы с вами, ну, души, мы его частички, мы, как бы, но при этом мы помним о том, что мы материальные тела. Мы помним, что у нас куча дел материальных, да, работа, обязанности, там, и покушать надо успеть, и то, и пятое-десятое, и родственники, и деньги нужно зарабатывать. Это всё при этом, ну, как бы, в нашем сознании вмещается, да, и плюс ещё периодически, там, хотя бы, там, говорится, три раза в день, три санхи, да, в день мы, как бы, с помощью усилий, ну, как бы, напрягая своё сознание, да, разум своё напрягая, мы вспоминаем о том, что Кришна Бог, читаем книги, да, пытаемся с преданными обсудить, да, что вот Кришна Бог, там. Это уровень смараны, когда человек может хотя бы несколько раз в течение дня вспоминать о том, что Кришна Бог, и он объясняет вспоминать о том, что Кришна Бог означает хотя бы один, два или три раза в день действовать ради удовлетворения Господа. Не просто вспомнили, и там, на диване лежим, да, и вспомнили о Кришне, да, а имеется в виду, что-то делаем для удовлетворения Господа, не просто, а мы удовлетворяем конкретного Господа. Это как когда мы просад предлагаем, да, ну, на праздниках. В обычный день не всегда получается, а когда праздники, мы медитируем, да. Мы уже покупаем пхогу не просто так, картошку для себя, да, а для пира, для Господа. Покупаем всё для Господа, медитацию для Господа чистим, готовим для Господа, потом предлагаем, да, с преданностью. И в такие дни праздничные, если заметили, просад, он такой могущественный, да, особый, чем обычно, когда мы просто колокольчиком извиним. И это называется «удовлетворили Господа». Потому что когда мы удовлетворили Господа, душа, мы сразу ответ получим. Мы ощутим, что Кришна доволен. Почему? Потому что Кришна является корнем нашего сознания. Если мы поливаем корень, то, видите, будет, ну, наше сознание не само по себе функционирует, да. Кришна говорит, я память, знание, забвение, да. Кришна – это корень нашего сознания. Истинное наше «я» только в связи с Кришной проявляется. Без Кришны нашего «я» нету. Есть ложное «я», которое иллюзия, да, полная. И поэтому, когда мы удовлетворяем Кришну, тогда мы ощущаем, мы получаем какой-то опыт духовный, да, маленькое микрооткровение, да, духовное. И вот это называется, ну, преданное служение. Смарана вспомнила о Кришне, что-то сделал для Кришны, да, удовлетворил через чтение, через размышления, но в настроении служения это сделал, да, через чтение. И когда человек вот таким образом способен ежедневно по несколько раз, реально, да, постоянно, непрерывно, это уже уровень как бы стабильного преданного служения, да, ежедневно, три раза в день. Помните о Кришне, это называется смарана, уровень смарана. Нам нужно подняться на эту ступень, да, это называется нишство, после которого уже… Следующий уровень он описывает как дарана. Дарана – это уровень, когда на первом уровне, вот, Джи Бхагасвами сравнивает наше сознание с чёрным листом. Чёрный лист и смаранам уровень – это когда там появились вот такие жёлтые пятна, маленькие такие точки, это способность. Иногда чёрный лист – это наш материальный ум, да, самбанда наша материальная. Самбанда означает наш связь с материей, да, родственники, друзья, привязанности все, да, и мы связаны, и материальный мир для нас – вот реальность, так ведь, да? Ну как без материального мира, уже нереально как-то жить. А на уровне дараны, благодаря тому, что смаранам, ну как бы мы занимаемся смаранам регулярно, непрерывно, да, есть нишка какая-то, да, приходит уровень дараны, когда чёрный лист трансформируется в белый лист, материализм уходит полностью, и жёлтые эти пятна остаются. На этом уровне, говорится, преданным может 24 часа в сутки читать книги, обсуждать, там, петь, воспевать, да, только одним преданным сужением заниматься, и при этом нету памяти о своих обязанностях материальных. На этом уровне, чтобы человеку, ну как бы, вспомнить о материальных обязанностях, нужен, ну как бы, какой-то суфлёр, да, человек подходит, там, папа, кушать хочу, да, и преданное вихсамадхи, да. Это дарана означает уже человек немножечко начинает забывать о своих материальных обязанностях, у него интерес к духовной жизни, да. И потихоньку, говорится, вот эти жёлтые пятна, медитация, они начинают расширяться на уровне дараны. Следующий уровень – это уровень уже дьяны, медитации. На этом уровне, благодаря вот такой дхяне, дхаране, да, дхаране благодаря, у человека появляется способность уже размышлять о лилах Господа. То есть человек просто раз и одну лилу от и до полностью в его голове, в сознании, в памяти, без помощи разума, да, без вот того усилия каких-то, да, он раз и прокрутил, да, небольшое видео там посмотрел о какой-то лиле. Это называется, ну, тхяна – это уровень настоящей медитации, да, это медитация уже конкретная. Следующий уровень называется анусмаранам, анудрува, да, как там? Друва с маранам, да? Анусмрити, друва анусмрити, да. Друва анусмрити, на этом уровне эти лилы уже, ну, как бы непрерывно, одна лила переходит в другую лилу, другая лила в другую, вот так непрерывно. То есть преданная уже безвылазно, да, в лилах находится. Это такой серьёзный уровень, и это приводит к самадхи. Это последний уровень, Джиога с вами описывает, когда уже вот это жёлтое пятно, да, она полностью на уровне анусмрити, да, другого анусмрити, уже полностью жёлтое пятно всё, весь лист, да, заполняет. А на уровне самадхи, говорится, ум выходит из-под влияния материальных гун, времени, и уже этот ум, он становится полностью трансцендентным. На этом уровне человек не просто памятует о лилах непрерывно, а он уже входит в лилы. Он уже, ну, как бы способен, человек, тело здесь находится, йога или преданного, да, а сознание его в духовном мире пребывает. И там, говорится, душа уже в уходе из-под влияния времени, и время нас обуславливает, мы знаем, да. Багва там описывается, наше сознание ограничивает именно время. Таким образом? Подобно алкоголю, да, или наркотикам, да. Человек принял наркотики, да, его сознание сузилось, да, ограничилось. Он в каком-то своём измерении пребывает, при этом ему кажется, что он, ну, у него там просветление, да. А люди со стороны понимают, что он полностью, в полном, да, в мае находится, да, ограничил своё сознание. Хотя объекты остались теми же самыми, да, всё то же самое, но он уже по-другому воспринимает реальность, да. То есть в иллюзии неправильно воспринимает. И подобно этому говорится, что человек преданный, который поднялся на уровень самадхи, да, поскольку его сознание освободилось из-под влияния времени, да, он те же самые объекты воспринимает только реально, да. До этого мы были опьянены, преданный был опьянён, да, теперь он полностью, ну, как, ну, очистилось его сознание, да, и он уже видит вещи такими. И на этом уровне говорится, что человек может, ну, преданный может, это уже нитя ситха называется, да, он нарушает все законы материальной природы. Всё, он уже как бы мистик, настоящий мистик, преданный, он, естественно, ему не нужно, как йогу, заниматься мистикой, да. Он, естественно, на этом уровне человек, как только сознание освобождается от гун материальной природы, поднимается над временем, это означает эго ложного мнения о себе нету, да. Ложное эго нас держит здесь, вот все законы материальной природы на нас влияют, потому что ложное эго есть. А когда истинное эго, человек уже поднимается над всем этим, да. Вот. Такая вещь и преданная на этом уровне, всё, уже очистился, да. И здесь, в принципе, ну, уровень очень вот такой описывается. Вишанат Чакальтакур в комментариях, оно объясняет к этому тексту, да. Он описывает, что вот эта медитация на латасоподобное лицо Господа, да, и щёки Господа, они сияют, да, он описывает. И настолько щёки Господа, они, ну, как бы чистые, да, что серёжки в виде этих крокодилов, они, как бы, отражаются на его лице. То есть, и говорится, что у Кришны лицо, да, красота Господа или лиг Господа, вообще тело Господа, хотя, говорится, это мы материальными понятиями судим, подобно тёмной грозовой туче, да. Да, но Вишанат Чакальтакур пишет, это такая туча, который, ну, через которую, да, ну, как бы, вот эти, ну, свет грозы, который сверкает, или молния, да, она просвечивается, она как светящаяся форма такая у Кришны, как бы он светится какой-то такой. И красота Господа, ну, там Ачарья описывает, да, какова красота Господа. То есть, он является источником всей, это абсолютная красота, да. Когда преданные видят форму Господа, что с ними происходит? Да, они теряют сознание. Вот в материальном мире вы такую красоту встречали, что увидели и потеряли сознание. Такого не бывает, да? Да, если только что-нибудь напугать нас, мы можем потерять сознание. А так, даже если там форма красивая, да, ну, мы можем вдохновиться максимум, да, на какое-то время. А форма Господа настолько, то есть, чувство не справляется, это настолько, настолько, как бы, беспредельная красота, что наши глаза, они уже, и наш ум, то есть, эта красота, материальное сознание не может вместить. Такую красоту переварить невозможно. Ей просто отключается чувство, душа падает. Причём это уже очищен ум. Это чистые преданные даже не могут, да, Господь Читания не мог, да, ну, тоже в настроении Шимати Радхарани вот эту переварить, да, вот эту привязанность, да. И почему, говорится, Господь Читания украл, Кришна украл, да, это настроение? Потому что, ну, Шимати Радхарани не давала, не собиралась, потому что она понимала, ты, Кришна, не справишься с этой привязанностью, это нереально, только даже Господь не справляется, что говорит, это красота Кришны настолько, да, и йог здесь сидит, медитирует, да. И вот эти вот, ну, Вишанал Ачакар Токру описывает эти серёжки, здесь слово «сияющие», да, это также переводится как «качающиеся серёжки». Почему они качаются, да? Их не два, а четыре, потому что они ещё отражаются, да, и они качаются, почему? Потому что, ну, Кришна, он, ну, как бы, не просто мурти застывшие, да, а Кришна проявляется, живой Кришна проявляется, перед йог видит Кришну, Кришна там улыбается, что-то там делает. И он там описывает, что Кришна, ну, почему они, ну, эти серёжки двигаются, потому что Кришна, видя усилия преданного, он пишет, он какую-то мудру делает, вот такую, знаете, как, когда видит, что кто-то, ой-вай-вай-вай. И Кришна качает головой, из серёжки качаются, йог это всё видит. Вот, и это означает, что это не просто какой-то аштанга-йог. Это означает, это конкретно бхакти-йог, который через чистое преданное служение означает не механическое, а эмоциональное преданное служение. Бхакти всегда означает эмоции, да? То есть он находится на уровне вот именно чисто преданного служения, да? И перед ним, перед аштанга-йогом Кришна не появляет, который покачивает, да, свою голову там. По-другому. Чисто аштанга-йога означает просто сверхдуша, четырёхрукая, да, там появляются, там другие отношения, да? И вот Вишалат Чакальт-Такур описывает, что это уровень, ну, серьёзного, вот, ну, как бы, прогресса в преданном служении именно бхакти-йоге. И преданное служение мы с вами, и можно, ну, как бы, как мы поднимаемся на этот уровень, как мы можем вот такими йогами стать, да? Мы и становимся йогами, опять-таки, не потому, что мы там учимся механически, да, следовать преданному служению, а мы должны учиться вовлекать свой ум в преданное служение. Это означает, мы должны вовлекать свои эмоции. Может быть, наши эмоции ещё грязные, но они очищаются, когда мы помним о Кришне, да? И именно сила, говорится, вот, медитация, которая заряжена через эмоцию, через бхакти, да, она намного глубже, чем медитация йога, да, который вот механически подходит, да? И есть история, может, слышали эту историю, как йог сидел на берегу Ганги, медитировал, да, там, аштанга-йог какой-то там, чакры свои раскручивал, да, сидел. И в это время пробегала мимо женщина, бежала к любовнику ночью. И она не заметила йога и стопами как-то его там, ну, как-то задела, в общем. Йог вышел на медитацию, увидел, что вот женщина бежит, прочитал там, просканировал, куда она бежит, да. И он проклял, ах ты негодница, как ты бежишь там к любовнику ещё, меня, йога. И он проклял его, и довольный там дальше в медитацию погрузился. Утром эта мата же возвращалась и увидела йога. Йог сидит настоящий на берегу, а она поклонилась там, о, тандаватый, да. Йог вышел из себя, увидел её и ещё больше разгневался. Ты ночью пинаешься, а днём что-то, поклоны какие-то. Она говорит, а я, а что было ночью? И он рассказал всё, она говорит, а я не заметила, простите меня. И в этот момент йог понял, что кто настоящий йог, она была в таком самадхи, что там не заметила его, а он предполагается, что он в самадхи сидел, да, он почему-то вылез из этого самадхи. И наши ачарии, Ишлу Прохпада приводит в «Нектаре преданности» этот пример, да, в связи с тем, что эмоциональная вовлечённость сильнее, чем механическая вовлечённость, да. И преданное служение – это всегда эмоциональное, ну, как бы, вовлечение. И эмоциональное вовлечение всегда происходит через метод Шраванам Киртанам, Вишну Смаранам, и говорится, Киртанам, вот как раз на уровне Киртанам по-настоящей эмоции включаются человека. И это Рупа Госвами, ну, это знаменитая фраза в Рупе Госвами, да, что я хотел, Господь, тебя поймать в сети Шраванам, да, слушания, ну, ты, сколько бы я не слушал о тебе, мой ум всё время убегал, смог тебя поймать. Потом я пытался тебя связать верёвками с Мараном, там, медитацией, да, ну, ты легко освободился, тоже убежал. Но когда я Киртанам начал заниматься, связал тебя в цепи, да, железной цепи Киртанам, то уже ты со мной остался. И там также объясняют, часто у нас виском Киртанам преданное, когда слушал Киртанам, думают, что это она Мриданга преданная, и поют все, да, и все там. Я видел вот это, эти слова Рупа Госвами пишут преданные, и там фотографии Киртана, там все сидят. Но Киртанам совместное воспевание – это только часть Киртана. То есть это одна из форм Киртана. Киртанам означает прославление Господа. Прославлять можно Господа не только во время Киртана. Прославлять мы можем, когда вот мы сейчас сидим и прославляем Господа, мы обсуждаем. И прославлять означает, ну, если с точки зрения вот эмоций попытаться понять, что означает прославление. Когда? Киртанам. Да. То есть мы удивлены каким-то, какими-то качествами человека, да. Какой-то человек нас удивил чем-то, нам рассказали, знаете, он такой преданный вообще, да. Или он там что-то сделал, да, или какой-то материалист, да, там чего-то спел, да, супер, да. И там восторг, да. И когда человек чувствует восторг, он без вариантов, он, ну, его сознание, его ум уже заряжается на прославление. Так же? Мы уже бежим, уже язык контролировать невозможно, да, и мы там слышим и рассказываем. Это называется Киртанам. Вот. И Киртанам на уровне Садханы, то есть на нашем уровне Киртанам означает, мы читаем или услышали о каких-то качествах Господа, да, и мы удивились этому качеству Господа, да, мы поражены, или, ну, надо научиться так слушать еще, да, так обсуждать, да, и что мы бежим и, ну, как бы прославляем его, да. А чистый преданный, он просто увидев какое-то качество, ну, какое-то необычное качество в каком-то человеке, там, какой-то человек победил всех, да, допустим, там, супер какой-то, не знаю кто, да, там, сейчас это боксеры, да, по-моему, да, супер какой-то боксер, там. И человек вдохновился, и он думает, вот это Кришна. Это же Кришна дает силы. Или человек видит какой-то талант в человеке, да, он думает, вот это Кришна. Вот не так давно преданные показывали, там, какого-то ребенка, вундеркинда, который там вообще, там, на любые вопросы, ответы, там, все знает вообще, там. Сколько лет, я не знаю, ну, наверное, 5 лет такое видео мы преданное показывали. И когда вот такие вещи видишь, ты думаешь, как это возможно вообще, это же нереально. Ребенок на любые ответы на вопросы, там, которые ученые даже не знают, мы с вами не знаем, то есть на любой вопрос, ответ, там, по карте любую точку показывает. Ну, там вообще любые вещи. Там, ну, как от рождения у человека, представляете, уже там информации много. И там родители говорят, один раз стоит показать, и все, навсегда запомнил, ну, это как дети два пара йоги, да. И когда вот такие вещи видишь, ты понимаешь, это же Кришна. При чем тут этот ребенок, да. Это Кришна там что-то вот, ну, почему-то, да, вот таким образом все делает. И мы удивляемся, то есть, вроде мы видим материальные вещи, чистопреданно видит любую вещь материальную, но прославляет Кришну всегда. Вот это называется Киртаном, да. Когда мы очищаем, материальные эмоции очищаются тем, что мы добавляем плюс Кришна, да. И мы удивляемся уже Кришне силой, Кришна богатством, Кришна его. И Шул Прохпада в своих комментариях часто это упоминает. Он недавно, мы Бхагаватом читали, четвертая песня, по-моему. И там в комментарии Шул Прохпада пишет, что люди удивляются, пишут книги, читают, перечитывают книги, и говорят о Гитлере, о Наполеоне, что они великие разрушители, столько миллионов людей убили. Но никто, говорит, не пытается думать о том, что а кто создал этого Гитлера, и кто его убил, да. Кто вообще все эти лилы развернул, да, с этой Второй мировой войной, да. И поскольку у нас в Ивадхан, отрыв от Кришны, мы не видим вещи в связи с Кришной, у нас нету вот это чисто их эмоций, да, грязные эмоции мы чувствуем, у нас интерес к каким-то, эти люди нас интересуют, мы читаем о них эмоции, киртаном занимаемся, да, слышал, там, оказывается, Гитлер непростой, да, там тонкости есть, оказывается, сейчас расскажу, да. А преданные, Шу-Правпада там пишет, преданные не интересуются прославлением вот этих всяких материальных исторических фактов, он, видя и слыша эти вещи, он заряжается на прославление Кришной, да. Вот это называется эмоциональное, ну, как бы, киртаном, шрауном киртаном, смараном, это все должно происходить, вот когда мы связываем свой ум, наше сознание связано с Кришной, все связывает с Кришной, да. И вот мы вот такие йоги. Шу-Правпада не стал нам, вот эту восьмиступенчатую йогу давать, да. Он везде нам об одном и том же говорит. Научиться видеть все, что есть вокруг нас себя, да, в связи с сознанием Кришны, да. Сознание Кришны означает в центре Кришна, а я рядышком, да. И я вот, ну, как бы, должен прославлять Кришну всегда. Вот, привет, спасибо за внимание. Шу-Правпада Ки-Джа. Может, какие-то есть вопросы? Ну, то есть, мы прославляем, да, Может, не всегда мы будем суперудивляться, но прославление должно присутствовать. Мы должны прославлять Кришну за то, что вообще Он такой мистик. Как Он мог таких людей, особенно меня, преданным сделать? Это же вообще нереально. И Он это делает сплошь и рядом. Он меняет сердца людей, преданных меняет. Мы можем видеть, какие преданы, как они быстро меняются. И просто прославлять Кришну за то, что Он такая личность. Просто если мы более внимательны будем, если мы научимся видеть руку Кришны, то прославление не просто сели и поем, погрузились в профессионализм, караталам, реданга. А мы должны... Все это просто внешние вещи. Если прославление присутствует, то хорошо. Если отсутствует, то зачем это нужно? Весь этот профессионализм. Когда Шул Прохпада прославлял Кришну, да? Там очень просто, да? Простой мотив, да? На Мриданге просто играл. На караталах раз, два, три. И там нету всех этих всяких талов непонятных, да? Там все в экстазе были. У всех полностью сознание менялось, да? Когда чуть-чуть хотя бы элемент прославления есть, когда мы индивидуально джапу читаем, да? Когда поем или когда обсуждаем Кришну, если прославляем, тогда это очищает всех. И нас, и всех. Это с Энкиртоном, это когда совместно мы. Такое наблюдение. Бывают такие люди, люди, когда человек, когда этим завидует, да? Он как бы эти качества начинает приближать. Наверное, даже когда Бога, мы слышим про него, да? У нас не возникает сердце желания посхититься. Это тоже зависть. Да, вот то, что есть такое понятие, как Придхак Бхава, да? Третья песня Шел Прохпада. Придхак Бхава означает, то есть наше настроение, да? То есть в нашем сознании есть отделенность от Кришны. За счет чего? За счет сосредоточенности на своем эго, да? На своих интересах, на своих корыстных каких-то, да? То есть поскольку ум заряжен на выгоду свою, да? Поэтому мы не видим связи Кришны, да? Это можно назвать завистью, да? Вот Шамат Бхагава там это называет, вот, ну, сосредоточенность на своих интересах. Вроде Кришну прославлять, мы даже, может быть, не против этого. Если мы преданы, да, я не против, но меня не цепляет. Почему? Потому что я, мое сознание погружено, тут семья, дела, еще чего-то, да? Там и тут еще прославлять, ну, Харе Кришна, но сердце не включается, потому что Придхак, отделенность есть от Кришны. А если мы станем, ну, как Придхак Бхагава, если уходит, это как раз, вот, ну, если я себя, отождествление появляется, что я семья Кришны, да? То есть я, ну, как бы, мы с одной семьей, да? Не то, что у меня своя семья, а тут еще, вон, еще есть что-то такое, да? То тогда уже Кришна, ну, проявляется, да, в сердце, ну, через преданных, а потом даже вот. Почему для нас Кришна Мурти, да? А для чистого преданного он живой, да? Потому что для чистого преданного это одна семья, он с этой семьей, да? А у нас какие-то свои еще дела, мы приходим, и для нас Мурти Господь, да? Вот пример приводится, там, президент, да, страны, России, да, Путин. Ну, он для нас Мурти, да, по телевизору Мурти. А для тех, кто его отошли, с семьей, там, с друзьями, он нормально, там, общается, да, там, с ними. Точно так же вот у нас, вот это, Придхакбаба, там, есть элементы зависти, зависти, все. Ну, в основном так говорится, что мы. Сильная сосредоточенность, потому что преданные вроде не хотят завидовать Кришне, да? Прямо откровенно, да? Но вот эта вещь у нас присутствует. Свои дела какие-то. В храме я преданный, а там, ну, там я, конечно, кто? Сергей Петрович, да, там я, там дела у нас, там, куча. Еще можно, китайцы. Ну, Кришна в форме, таким образом он как бы. В форме смерти проявляется, да? Кришна же забирает жизни у людей. Кто-то может там жизнь двум-трем человекам забрать, а Гитлер взял и 70 миллионов забрал. Ну, что это за могущественный такой монстр, да? А потому что это Кришна, планы Кришны были. Попробуйте, нескольких людей это, не успейте много забрать жизни, уже посадят, да? И казнят. А тут человеку такой зеленый свет был дан, да? И в этом нужно увидеть руку Кришны. Кришна сказал, ну, вот этот Гитлер убьет столько-то, я вот татасху, да? И поэтому зеленый свет. То есть могущество, за этим стоит добро, да, Кришна? Вот человек сам не смог бы это сделать, если бы не было благословения на это Господа, да? И в этом вот так мы можем увидеть руку Господа. Ну, карма же, карма же как проявляется через личности всегда. Кришна через личности действует. Можете поделиться, что у вас эмоционально в последнее время? В последнее время эмоционально. У меня плохие вещи эмоциональные, с которыми трудно поделиться, если там духовно, да, имеется? Духовно иногда такие, во время джапы что-то происходит, так... И короткие замыкания такие. Спасибо Кришне, хоть так иногда, да? Конечно, ну, такая была... Удивление было, когда Раганат Махараш приехал, Раганат Махараш в Москву приезжал. И он посетил наш Ашрам, Брахмачари Ашрам. Новый Ашрам мы только переехали, там, только там все сделали. Я слышал, что Раганат Махараш, он очень такой личностный, там. Ну, думаю, ну, нормально, Махарад же все личностные. Я был поражен его качествами, он пришел, то есть сошел с машины, и все преданные, ну, там, кир там поют. Он подошел, начал с каждым преданным, там, как бы, сколько там у нас, 20 человек было, 25 на тот момент, да? С каждым, сколько-то секунд на каждого. Харе Кришна, Харе Кришна. Потом, перед тем, как войти в дом, он встал, изучил, там, порог, двери посмотрел, еще там посмотрел. И минут 40 ходил по Ашраму. В каждую комнату заходил. Здесь кто живет? Такие-то, такие-то, где они? Преданные, выходили. Ты здесь сидишь, садился на кресло, на кровати, там. Все, я был удивлен, как это возможно? Ну, сколько он еще будет играть эту роль? А для него это была не игра, ему было интересно. Минут 40 там ходил по Ашраму. Потом пошел на кухню, посмотрел кухню, и там калидор. После кухни сразу калидор, просто, знаете, место, где вообще, ну, мы даже в Брахмачаре там не сидим. И он прям там, как вот, вышел с кухни, прям там сел, говорит, дайте мне маридангу. Ему маридангу дали, мы тоже там все сели, он спел. И потом такую катхуду рассказал, что все, спасибо вам, что вот так вот, Брахмачаре доволен там вами, Господь Читания доволен, продолжайте, это важно там. И я вообще был поражен. Я думаю, что такое же не должно быть? И вот преданный, вот удивил меня такой, чисто преданный. И он такой пример привел еще интересный. Он рассказал такую вещь, он сказал, он в этом, в Эмиратах, где-то вышел с самолета, и преданные его должны были встретить. А он еще внутри аэропорта, по аэропорту. А там такой аэропорт, говорит, целый город, можно потеряться. И он там шел и увидел там стены такие с аквариумом. Аквариум, стена это аквариум, и там плавают акулы разные, говорит. И он даже проходил, вначале не заметил, испугался там акула там огромная перед ним. И он поэтому ходит по этому центру. Не центру, а может, ну, заблудился, не может выйти из этого аэропорта. Да, и он думал, а где же выход, и в это время услышал голос звонки. Ребенок смеется. Он посмотрел, и там маленькая девочка, трехлетняя, там, держит за руку маму и папу. И громко смеется, прыгает там в экстазе. И я, говорит, посмотрел и подумал, а что будет с ней, если убрать маму и папу? В этом аэропорту страшном, с этими акулами. То у нее сразу проблемы, она начнется, да сразу. И он подумал, в материальном мире мы как вот преданные, это как ребенок вот такой. У нас есть мама, папа, парампора, да, духовный учитель. И мы можем прыгать, там, танцевать, кричать, и мы, у нас проблем нету. Но стоит нам оторвать себя от парампоры, от преданных, от общества преданных, у нас сразу, наше сердце наполнится страхом, да, мы забудемся сразу. Он такую вещь рассказал, интересную, тоже. Спасибо за вопрос, наверное, время, да, уже поздно. Спасибо, привет, за внимание.